Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня с вами поиграем в игру, которая называется Mad Games Tycoon 2. Если здесь есть Олды, если Олды на месте, то они помнят то, что я, так сказать, начинал свой YouTube-канал с подобных игр, где надо делать игры, ну и что-то в этом роде. Я даже не помню, может быть, я записывал даже первую часть Mad Games Tycoon. Проверьте, пожалуйста, на канале и напишите в комментариях, делал ли я это. Ну, по-моему, да, потому что я, по-моему, в неё играл, не помню. В общем, в этой игре мы будем создавать свои игры, и моя задача сделать, там, какому-нибудь, там, 2000-какому-нибудь году, какие-нибудь супер-хиты, вроде People Playground, ну, типа, те игры, в которые я играю на канале, мне кажется, это будет интересно. Причём, назвать их как-нибудь, ну, по-своему, мне кажется, будет интересно. В общем, начинаем новую игру, здесь у нас Jopa Games, ну, это как бы немножко не то, это я просто начинал, не начинал, а играл для себя, просто проверял, как оно работает. Как назвать компанию? Компанию. Банал, ну, я всегда раньше называл Banal Games. Давайте так и назовём, Banal Games. Banal Games, нормально. Здесь мы можем выбрать себе из кучи картин какую-то свою. Надо что-то, о, кстати, смотрите, это похоже на букву B даже, и тоже в таких чёрных цветах. Либо вот B, кстати, тоже, Banal Games. Но это выглядит как этот, Rockstar. Давайте вот такую выберем, мы русская компания, у нас как бы Banal Games по-русски, должно быть, типа, написано, штаб компании у нас в России. Так, уровень сложности, давайте сейчас ставим средний. Год начала, я не хочу начинать с 1976, потому что это, ну, блин, слишком давно. Я не очень люблю начинать в таких играх, прям с самого начала. Я бы начал с 1995, я как раз родился в 95-м. Тут наша компания родится в 95-м. Поэтому так вот. Скорость игры обычная, карта, ага, количество участников, вот эти конкуренты, если я не ошибаюсь. Тут есть, кстати, два перевода, грубо говоря. Вот это сейчас официальный, я играл с неофициальным. Неофициальный вроде как получше. Сейчас посмотрим, если тут будет прям много каких-то несостыковок, ненормальностей, то поиграем с переводом, который неофициальный. Так, 71 конкурент, нормально, блин, 71 конкурента, это, кстати, дофига. Так, жопошник, нет. Ну, звать его будут, естественно. Турбен... Турбенчий. Турбенчий. Так, как он будет выглядеть, наш Турбенчий? Надо что-то более-менее похоже на меня. Ну, кстати, похож, но я бы убрал очки. А, тут все в очках. И цвет волос я бы сделал потемней. Во, вот такой вот. И волосы я бы сделал, подождите, чуть покороче. Подождите. Ну, вот типа того, типа того. Нормально, вот это реально Турбенчий. В розовой такой штучке нормально подойдет. Так, профессия у нас будет... Давайте мы будем... Игровой дизайнер, программист, художник, график, звуковой художник. Офисный рабочий, тестеры, игр, техник, ученый. Давайте, ну, программист. Программист. Тут, кстати, можно выбрать себе перки. Это у нас что дает? Вот, ваш персонаж не теряет мотивации. Давайте. Звездный дизайнер создает ажиотаж вокруг игр, которыми работают. Неиссякаемый, не нуждается в перерывах. Тоже давайте подойдет. Безошибочный, никогда не создает ошибок. Да. Талантливый, учится быстрее. Удача. Давайте вот это вот и... Лидерство еще возьмем. Вот, и мы чисто в программирование, наверное, пойдем. 50 программирования. Ну, и можно чуть-чуть еще вот так, вот так и вот так. Вот, чтобы мы, как говорится, умели всего по чуть-чуть. Отключить обучение. Обучение я отключу, потому что я, в принципе, его прошел. Коэффициент случайности для отзывов нет. Все, нормально. Играем так. В общем, ребят, надеюсь, что вы уже поставили... Два с половиной миллиона у меня. Ну, ладно. Я надеюсь, что вы уже поставили большой палец вверх. Вот, подписались на канал. Разблокированный античит. ММО, ага. Так, ну, наверное, у меня так много денег, потому что я начал в 1995. Вот, я надеюсь, что вы уже поставили большой палец вверх и подписались на канал, если вам нравится эта игра. У нас есть машина, которую мы можем продать, в принципе. За это нам еще 20 тысяч дадут. Давайте мы ее не будем продавать, давайте мы ее оставим как трофей, так скажем. Пусть она вот здесь вот будет припаркована. Хотя, возможно, мне потом места будет не хватать из-за меня. Горалка, я не могу там припарковать. Ладно, так вот, пусть будет припаркована. Окей, нам надо расчертить себе территории. Так, первым делом мы делаем развитие исследований гостиная, туалеты. Так, подождите. Развитие. А, может создавать игры и движки. Вот я вам говорю, здесь другой перевод, немножко непонятно. Сразу давайте какую-нибудь такую достаточно большую сделаем. Вот так вот. Ставим дверь. Дверь, например, будет вот здесь вот. И сейчас нам надо будет здесь поставить, во-первых, рабочее место. Давайте, наверное, сразу хорошее поставим. У нас деньги, в принципе, есть. Так, музыка, по-моему, немножко громковато играет. Либо нет. Потом посмотрим. Я не вижу, где настройки. Вот настройки, отлично. Так, звук я бы чуть-чуть потише вот эту музычку сделал. Вот так, наверное, лучше. Так, развитие. Будем запоминать, что развитие, это типа, где мы делаем игры. Рабочее место три. Так, переворачиваем. Раз. Давайте сразу... Блин, здесь только два, да, вместе? Раз, два. Давайте сразу несколько поставим. На будущее, на будущее. Вот так вот. Четыре. Я думаю, что нам пока хватит. Поставим один кабинет. Здесь влезет он. Блин. Блин, а жалко. Вот как-то тут немножко странно. Это привязка работает. Где-то вроде можно ее убирать. На что? Отключает. Подойдет подъем предметов. Не, ну это не то. Короче, ладно. Привязочку, я не знаю. Как-то вроде можно аккуратнее это ставить. Ну ладно, хрен с ним. Поставим тогда там что-нибудь другое. Маленький шкаф влезет. Во, маленький шкаф, кстати, влезет. Давайте маленький шкаф три поставим. Вот так вот. Во, красиво. Нормально. Так. ТВ-радио. Мусорное ведро нам нужно. Чтобы было. Чтобы выбрасывать там мусор. Диспенсер для воды. Это типа... Ну там, чтобы люди водичку пили. Отопление, естественно. Где-нибудь. Нормально. Я надеюсь, что им этого хватит. Часы. Пусть здесь будут часы, чтобы все смотрели. Лампа. Завод. Да, ну конечно, так себе. Перевод. Наверное, я поставлю другой перевод к следующей серии. Давайте здесь какую-нибудь картину поставим. Здесь. И, например, вот здесь. Все. Я думаю, этого будет достаточно. Так. Здесь мы сделаем, наверное, комнату отдыха. Строим. Короче, самое важное это... Комната разработки. Комната отдыха и туалет. Вот это самое важное. Так. Гостиная. Здесь она называется гостиная. Делаем вот так вот. Дверь тоже вставляем. Где-нибудь вот здесь вот поближе. Чтобы им было удобнее заходить. Так. Дротик. Аркадный кабинет. Почему здесь главное? Почему аркадный кабинет? Ну, это аркадный автомат, как бы. Поставим аркадный автомат. Поставим холодос. Чтобы можно было еще покушать. Поставим кресло 2, кресло 3. Давайте кресло 3 поставим. Прям классное кресло. Телевизор. Не, телевизор. Ладно, обойдутся. Тоже мусорное ведро поставим. Вот здесь вот. Диспенсер для воды. Давайте мы еще вот здесь вот на выходе поставим. Ну и в принципе... Можно, кстати, еще ковер здесь поставить. Здесь какой-нибудь ковер. Давайте вот такой вот. Нормально. Нормально. Так. Еще нам нужен тубзолет, друзья. Чтобы наши персонажи, наши работнички ходили в туалет. Так. Давайте туалет мы где-нибудь вот здесь вот сделаем. Так. Зависит все, ребята, естественно, от вас. Насколько часто... Насколько будет... Давайте даже вот такой вот большой туалет. Насколько... В серии выйдет это, так скажем, прохождение. Вот. Зависит все от ваших лайков. Так, туалет. Раз. О. Можно прям вот так вот. Два. Три. Смотрите, идеально. Я сделал три туалета сразу на будущее. Умывальник. Вот с этой стороны. Думаю, что нам два умывальничка хватит. Раз. Два. Между ними сушилка для рук. Идеально просто, смотрите. Мусорное ведро. Вот здесь, да, например. А, отопление, кстати, и здесь нужно, если что. И в туалете пусть тоже будет, чтобы было тепло писать. И теплый аптечный шкаф. Тоже давайте где-нибудь вот тут вот повесим. Все, в принципе, готово. Можем нажимать play. Так, мы можем назначить нашего турбенция вот сюда. Так, давайте сначала разработаем какую-нибудь жопную вообще игру. Название игры. Давай даже случайно сделаем. Чтобы понять. Mix effect. Mix effect. Нормально. Так, турбенции. Тип игры. Стандартная игра. А у нас есть еще многопользовательская онлайн игра. 10 миллионов. Неплохо. Размер игры B. Пока что мы не можем другое ничего сделать. Целевая группа дети. Ну, пусть будут дети, ладно. Основной жанр. Skill game. То есть, что-то на скилл. И основная тема. Больница наука ниндзя. О, давайте, короче, скилл ниндзей. И назовем это как-нибудь ниндзя. Давайте ниндзя эффект будет. Ниндзя эффект. Я не знаю. Эффект ниндзя. Лицензия без лицензии. Что за лицензия? У нас никаких лицензий нет. Окей. Движок. Без движка. У нас пока нет движка. Но мы можем купить двигатель. Купить двигатель. Да, надо, короче, будет другой поставить себе. Другой поставить себе этот. Ну, вы поняли, что я имею ввиду русификатор. Так, вот это скилл гейм, да? Да, вот можно купить какой-нибудь движок себе для скилл гейма. И изначально, короче, делать себе скилловые игры. Так, характеристики двигателя 11. Распределенный прибыль 7%, 5%. Давайте возьмем, ладно. Игры с этим движком 0. Понял. Распределенный прибыль. Давайте купим. Ладно, нормально. Подойдет. Я его выбрал? А, вот. Так. Основная платформа. Показать скрытые платформы. Удалить платформу. Нам надо еще купить платформы, на которых мы можем делать... А, блин, а чтобы это сделать? Купить набор разработчиков. Вот. Так. Давайте мы отсортируем по технологическому уровню, например. Так. Доля. Персональный компьютер. Да, сделаем чисто на комп. Будем делать чисто пока на комп. Они самые эти... Самые популярные. И, в принципе, самые дешевые. Нормально. Делаем чисто на компе. Пока. Так. Графика у нас здесь. Давайте все максимально. Это у нас уже 93 тысячи разработка будет. То есть сразу, блин, нет. Сразу начать с тяжелой игры. Не надо. Давайте мы сделаем... Примитив 2D блок графикс. Модерн. Давайте сделаем на 2D line графикс. Примитив моно саунд. Примитив AI левел 1. Примитивная физика левел 1. Нормально. Без защиты от копирования нет античита. Ну, это нам и не надо. Нормально. Играйте, кто хотите. Так. Давайте подумаем. Геймплей либо визуальные эффекты. Наверное, в скилле нужны больше геймплей. История либо продолжительность игры. История продолжительность. Кстати, вот. Странно. История продолжительность игры. Ну, наверное, продолжительность игры. Это все-таки скилл. Атмосфера или содержание. Наверное, содержание. Глубина игры либо для новичков. Очень странно. Непонятно. Что значит глубина игры для новичков? То есть это больше для тех, кто любит углубляться в игру. Это более для тех, кто... Новичок. А казуальный геймер и новичок. Это странно. Ладно, давайте сделаем так. Так, графика, наверное, нам не очень важна. Геймплей, я думаю, важен. Звук не очень важен. Я думаю, техника важна. Включим локализацию сразу на все страны. Блин, смотрите, это дорого, кстати. Ну ладно, у нас деньги пока есть. Так, затраты на разработку. Включить, выключить все функции. Ё-моё, миллион. Но я могу только 10 сделать. Блин, тут да, тут и это не переведено. Надо будет все-таки другой поставить. VR-шлем в 95-м году, серьезно? Moral Mechanics. Сенсоринг. Блин, да, тут все не по-русски, вот это мне не нравится. Надо что-нибудь. Давайте, можно добавить клавиатуру, можно поставить паузу, можно чекпоинты, секреты, локальные очки, чит-коды, пасворд, SideQuest, CharacterProgression, SaveGames, можно сохраниться. Какие-нибудь пасхалочки добавим еще. Потом. Лазер, лазерный пистолет, но это, наверное, скилл, дерево. Так, туториал давайте сделаем. Мини-игры. Мышку, чтобы можно было поддерживать. И что-то еще одно можно. Блин, там все дорогое. Давайте чит-коды еще добавим, нормально. Так, требуется... Ага, так, понятно, это мы не можем добавить. Так, ну, в принципе, получается все, да? Ну да. Все, вроде бы я все правильно сделал. Может быть, нет. Сейчас будет наш турбенте разрабатывать игру Ninja Effect Effect Ninja. Как думаете, ребят, будет ли эта игра хитом? Либо она не будет хитом? Рена узнает. Разберемся. Это что такое? Здесь можно... Здесь можно... Ага, правильно. Окей, работаем. Тут куча всяких снизу тоже штучек. Схема. Здесь мы можем смотреть лучшие игры всех времен. Графики за все время. Ну, пока у нас нет ни одной игры. А было бы классно, кстати, да? Вот если бы там уже были какие-нибудь игры. Так как мы, ну, типа, не с самого начала развития индустрии, а вот в 95-м игру... В 95-м году пришли. И, типа, там были бы уже какие-нибудь игры. Было бы реалистично, мне кажется. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Издатель-разработчик. Платформа. Движки. О, опубликовывают игры. Ну-ка. Давайте посмотрим. Лучшие игры всех времен. Нажмите. Что значит нажмите? Ну, короче, надо будет поставить все-таки. Ну, это, типа, отзывы. 78. Ну, да. Это сразу хорошую игру. Стирять какое-то говно. Мусор. Ну, я думаю, что мы тоже первое время будем делать мусор. Ребят, кстати, можете предлагать в комментариях название игр, например. Почему бы и нет? Ну, кстати, сверху можем посмотреть. А, сейчас, кстати, скилл как раз-таки даже не популярно. Очень тупо, кстати, что все время, при начале новой игры, у тебя... Странно, как-то мышка там это... У тебя первое... Что я сделал? Случайно. В смысле, ведущий дизайнер не выбран. Я что-то сделал, блин, не то. Что значит, ведущий дизайнер не выбран? Почему? Я случайно, увидели, турбент все убрал, короче. Проестановить текущую игру. Примести задачу, отменить задачу. Ладно. Хрен с ним. Надеюсь, что все будет нормально. Так вот. В начале все время почему-то скилл. Именно первая тема. Точнее, первый жанр. Первый жанр почему-то все время скилл. Не знаю почему. Так, ну-ка. Big Business Tycoon. Какие там игры? Как они так быстро игры, блин, успели? Ваш самый лучший The Last War. Ну да, это вот это самое первое. Причем она... Это Panda Panda. Игра про панду, видимо. Супер гиганты. Катари... А, нет, подождите. Это типа, наверное, разработчик-издатель. А вот снизу можно посмотреть, что это за стратегия экшн, короче. Понятно. Будем вникать. Я поставлю другой русификатор, потому что это реально не очень. А что значит ведущий дизайнер не выбран? Как... Блин. Как я могу это поменять? Бред какой-то. Где это? Отчет развития. А вот, ведущий дизайнер. Вот, все. Разобрался, ребят. Разобрался. Роза. Разобрался, короче. Так. Ну-ка. Блин, кучу игр там опубликовывают. Я пока сделаю... Если он будет мусорным... Причем, смотрите, он, блин, должен быть хорошим. Но если реально, если он не наберет хотя бы 50%, я продам свою... Ну, ладно, не буду ничего продавать. Самые продаваемые бюджетные игры. Что это значит? Не знаю. Самые продаваемые дополнения. Лучшие игры всех времен. Ну-ка. Какие тут говняны? Вот это говнишко. А жалко не запосределить, за сколько оно продавилось. Обзор... Кстати, тут есть еще обзоры пользователей. Обзоры пресса и обзоры пользователей. А, вот тут это видно. Я понял. А, пресс. Я понял. Пресс это вот они... Нажмите перевели, как пресс. Пресс перевели, как нажмите. Типа пресс это пресс. Да. Перевод такой себе. Оставим другой. Напомните мне, ребят, чтобы я поставил другой перевод. Я, кстати, играл с другим переводом, ну, чисто для себя. Что он там сделал? Давай банальный, делай нам... Блин, тут бы до сотки еще дойти, был бы класс-то. В графике. 90. Банковский кризис. Разразился мировой банковский кризис. Теперь все банки требуют значительно более высокие ставки по процентам. Жестко. У нас 2 миллиона, в принципе. Можно сразу большую было компанию сделать. А что это такое? Блин, соточку мы тут, наверное, не успеем набрать. Охотимся на кабанов. Где там охотишься на кабанов? Это игра про ниндзю. Ладно, можно продолжить развитие и реально добиться здесь попробовать. 90-100. Не, наверное, не получится. Он там по чуть-чуть делает это. Ладно, давайте выпустим. Так. Искать издателя. Нам нужен издатель на скилл. Вот он, мидл. Да. Так, набрались опыта немножко. Обзор, сколько игр сейчас доступны скиллгейм или тем не менее. Это я не знаю, что значит. Ноль. Ага. Один процент. Да, ребят. Издал я не очень хорошую игру. Так, а я не могу, да, там всякие обновления и дополнения. Бесплатное обновление. О, можно сделать бесплатное обновление. Ошибки. На 31 тысячу. Новый игровой режим, новые квесты. Блин, а классно, кстати. Можно такие штуки делать. Ну, давайте сделаем. По приколу. Пока деньги есть. Маленький стенд. Не, это нам не надо, мы не будем участвовать. Так. Не окупится наша игра, скорее всего, 100%. А мы еще на нее и патч намутили. Намутим, точнее. Хотя, может быть, это даст нам продажи дополнительные. Кто знает, кто знает. Ну, да. Мы с нами пока что заработали 4 тысячи, а потратили 160. Точнее, общая прибыль у нас сейчас минус 165 тысяч. Минус 163 тысяч. Что, выпустили? Выпустили патч. Может быть, он нам поднимет продажи. Во, патч, кстати, поднял продажи. Классно. Так, а можно как-то, смотрите, что-то... Как-то можно нажать на игру. Подождите. Схемы, собственные игры. Отзывы. Нужно посмотреть отзывы. Ага, так, нет. Там есть, короче, какие-то письма, можно? Письма фанатов. Ninja Effect. Ну-ка. Многие фанаты разочарнованы звуком. Некоторые фанаты просили повысить приоритет игрового процесса. Было больше контента. Больше контента и лучший игровой процесс. Вот так вот. Да, но игра, конечно, точно не окупилась. Не окупится. Разработана слишком сильно для хардкорных игроков. Я понял. Кстати, теперь подождите. Разработайте игру. Можно, кстати, ремастер даже сделать. Новая игра. Давайте мы сейчас, подождите, чисто проверим. Ну, допустим, допустим. Основной жанр. Skill game. Основная тема. Допустим. Чисто проверить. Дальше. А, то есть мы ни во что, да, не попали, походу. Вот здесь, кстати, вот можно смотреть концепции игры. А, это мы можем сделать, чисто скопировать все, что у нас было. Например. Либо можем... А, подождите, отчеты. Можно еще как-то отчеты делать. Это, наверное, нужна новая команда. Некоторые фанаты... Ага. Чтобы делать отчеты. Наверное, нам нужно подождите. Знаете что? Нам нужно сделать... Давайте машину мы продадим, короче. Потому что она мешается. Делаем комнату. Исследование. Разрабатываем новые технологии. Судия захвата движения. Серверная комната. Звуковая студия. Поддержка. Вот, нам нужна поддержка. А что нужно, чтобы поддержку открыть? А что нам нужно, чтобы открыть? Нам надо ее исследовать, да, наверное? Хорошо, нам надо комнату исследования сделать, в любом случае. Блин. Капец, тут места мало. Ладно, давайте попробуем. Так. Чистое исследование. Рабочее место. Так. Если вот так вот. О, классно. Ну, пока два сделаем. Пока сделаем два. Давайте поставим тут, не знаю. Отопление тоже. Какой-нибудь картин... Часы вот повесим тоже. Так. Просто интересно. Я могу там исследовать? Что я могу здесь исследовать? Жанры, темы, характери... Разное. Ага, вот, да. Контроль качества. Наверное, нужен контроль качества, да? Правильно. Либо поддержка. Не, наверное, контроль качества. Так. Пусть турбенте пойдет исследовать. Он справится. Долго. Давайте еще наймем, короче, человека себе. Обзор сотрудников. А, нет. Нет, нет, нет. Рынок труда. И возьмем себе исследователя. Не понял. Исследование 19. Это максимальное исследование? Ага, понял. То есть нет у нас хороших игроков. Ой, игроков. Ладно, окей, программист. Есть хороший? Программист. Нам нужен дизайнер. Дизайнер. Игровой дизайн. 38. Графический дизайн. Давайте вот этот игровой дизайн. Чувака подпишем. Пусть работает. Хотя пусть он тоже пока поможет на исследовании. Пока что. Они будут вместе исследовать. Вот. Ладно, ребят. На этом, наверное, эту первую серию мы закончим. Мы выпустили первую игру Ninja Effect, которая ни хрена не окупилась. У нас всего один положительный отзыв. И 43 отрицательных. Понимаю. Короче, да. Вот. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх. Все свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием Mad Games Tycoon 2. Не заставит себя долго. Ждать.